Воспитание есть усвоение хороших привычек, говорил древнегреческий философ Платон. Летний спортивно-оздоровительный лагерь Абсар, расположенный в высокогорном селе Ауадхара, уже второй год подряд собирает на своей площадке детей и подростков со всех уголков Абхазии. По словам Нарта Абба, лидера молодежной организации Абсар и создателя одноименного лагеря, главной целью проекта является воспитание здорового и защищенного от зачастую пагубного влияния улицы поколения. В течение недели здесь, среди живописных альпийских лугов и величественных вершин Рицинского реликтового заповедника, вдали от родителей, но под чутким присмотром опытных инструкторов и воспитателей, у детей есть уникальная возможность приобщиться к природе родного края и узнать больше об ее истории и культуре. А благодаря программе лагеря по вовлечению детей в спортивно-оздоровительную деятельность, еще и развить интерес к здоровому образу жизни. Программа лагеря очень интересная. То есть здесь у нас помимо пеших маршрутов, это на озеро Мз, на Джарский водопад и на перевал Ацетук, существует здесь внутри лагеря тоже существует много программ разных. Это стрельба из лука, это программа по спелеологии. Ну, само собой, здесь на территории лагеря присутствуют спортивные площадки, где дети могут играть и в волейбол, и в футбол, и разные соревнования устраивать. То есть интеллектуальные соревнования устраиваются. Дети, каждая смена, которая приезжает, дети снимают такие короткометражные свои фильмы, ролики о пребывании в свой период в лагере. То есть детям интересно, дети не хотят уезжать, то есть наоборот, очень многие просятся остаться на вторую смену. На Артабба признается, что реализация идеи была бы невозможна без широкой поддержки правительства страны. В прошлом году мы этот проект презентовали. Нас поддержали, поддержало руководство страны, поддержал парламент, кабинет министров. И вот в прошлом году мы первый палаточный лагерь создали на перевале. Потом уже лагерь стал более востребованный, родилась идея по расширению. Также в этой идее поддержал нас президент. По инициативе президента Аслана Бжане, лагерю были выделены средства на строительство десяти коттеджных домиков. И начинавший свою деятельность как палаточный, уже со следующего года лагерь будет размещать детей в комфортных домах, построенных с учетом всех особенностей горной местности. Домики сделаны по конструкции такой, что они выдержат примерно каждый столб, если вы снимите, каждый из них выдерживает по 7,5 тонн нагрузки на себя. Все вместе выдерживает примерно 80 тонн нагрузки. То есть если снег будет 5 метров, это примерно по расчетам нагрузки примерно 60 тонн, она его выдержит тихо, спокойно. То есть с ними ничего не случится. И здесь еще сделаны бетонные сваи, то есть на них держится вся конструкция. Если даже будет лавина, да, спад какой-то, или будет, допустим, сильный дождь, который будет обмывать их, они все равно будут стоять. Реализация даже самого амбициозного проекта невозможна без сплоченной команды единомышленников. По словам работников лагеря, их коллектив уже перерос в настоящую семью. А воспитательную деятельность и работу с детьми они воспринимают не как ремесло, а как вклад в здоровое будущее своей родины. Брать, если идеологию, ради чего мы, молодежь, которая хотим развиваться, мы, молодежь, которая любим свою культуру, пожалуйста, создавайте побольше подобных лагерей. Наша молодежь слышащая и понимающая, принимающая. У нас костры каждый вечер, и они направлены на шаблонную программу, а на разговорные речи. Мы учим детей здесь разговаривать между собой, решать конфликты между собой. Сколько детишек, около 80, мы не запоминаем их фамилии, но по глазам ориентируясь по ним, мы понимаем, что у нас очень хорошее, здоровое поколение. Ну, шустрые попадаются, но чтобы не было к ним подхода, или с ними о чем-то нельзя было договориться, или как-то... Кому-то надо как ребенку, кому-то как взрослому, каждый по-разному развивается же все-таки. Просто нужен подход, нужно как-то подобрать все это, и все будет отлично. За здоровьем детей следит и всегда готова оказать необходимую первую помощь профессиональный фельдшер, работник МЧС Виктория Макаренко. Сейчас не сказать, что крайне тяжелый кто-то. Ну, в горах бывает подвернуть ногу, там вот такие травмы какие-то. Здесь на месте у кого-то голова болит, кому-то плохо, все бывает. Ко всем ситуациям, естественно, экстренной помощи, первой доброчебной помощи мы всегда готовы. Безусловно, одно из центральных мест в лагере занимает местная кухня. За разнообразное меню и непременно хорошее настроение подопечных лагеря отвечает жительница села Псху, педагог по образованию Елена Кипина. Тетя Елена так ласково обращаются к ней дети. Рассказала о меню и поделилась, что самой большой наградой для нее служит возможность совмещать два любимых тела. Это работа с детьми и приготовление пищи. Добавки тетя Елена никогда не отказывает, а дети такой возможностью пользуются с большим удовольствием. Один раз в неделю у нас абхазская кухня. Мы делаем мамалыгу, делаем фасоль, делаем мясо. А так обычное меню на завтрак у нас омлет, яичница, молочная каша. Бывают печем блинчики, оладушки. Потом к сладости конфеты. У нас всегда открытая кухня. Чай всегда прибегают, конфеты, булочки, печенье, все, что есть. Котлеты с пюре, салат оливье очень хорошо любят, крабовый салат любят. За это лето в лагере успели отдохнуть более 400 детей со всей республики. 19 августа лагерь принял заключительный шестой поток, после чего уйдет на каникулы уже до следующего года. Прием заявок и освещение всех новостей о деятельности лагеря происходит на странице молодежной организации АПСАР в сети Инстаграм. О том, как проходит отбор и запись детей, рассказала администратор лагеря Екатерина Миркород. Мы не принимаем заявки заранее, мы не обрабатываем заявки заранее. Мы хотим соблюдать такой справедливый набор в лагерь. И поэтому мы объявляем по средам, после обеда, вот у нас в каждую смену был набор, и он осуществлялся за 40 минут. На пятую смену набор был за 25 минут. Настолько востребованность лагеря, настолько большой интерес к лагерю. То есть родители, дети ждали той минуты, когда выйдет новость о том, что набор начинается. И вот буквально за 25 минут у нас набор заканчивался, формировался. Дальше у нас была обработка анкет. Мы очень серьезно подходим к набору детей. То есть родители обязательно заполняют анкету, которую рассматривает руководство, администрация, врач МЧС Виктория. То есть мы подходим очень серьезно к набору детей, связываемся с родителями, если у нас есть дополнительные вопросы. И уже зачисляем детей в лагерь. Дальше идет информационное сопровождение о времени заезда, о времени выезда. То есть мы постоянно на связи с родителями. Пешие и конные маршруты, спортивные игры и соревнования, вечерние посиделки у костра с песнями, танцами, разговорами и лекциями о культуре, и поведении в обществе и в горах, о правильной коммуникации со сверстниками и с людьми старшего возраста. Безусловно, все это не может не оставить в сердцах детей своего отпечатка. И многие из подростков признаются, что с удовольствием готовы возвращаться сюда вновь и вновь. В лагере я побывала в этом году в первый раз. Но мне настолько понравилось, что я даже осталась на вторую смену. С самого первого дня нам прививали любовь к своей родине, нам рассказывали про нашу культуру, проводили интересные занятия, приглашали специалистов. В последний день мы провожали друг друга, оставляли свои номера и даже некоторые чаты создали, чтобы общаться и опять-таки здесь встретиться. Мне очень нравится в горах, и горы нравятся. Я очень хочу сюда вернуться в следующем году. Моё первое впечатление суперское. Первая ночь в палатке прошла не очень хорошо, потому что мы сначала не разобрались, как работают спальные мешки, и чем меньше ты одеваешься, тем теплее в нём будет, а не наоборот. Но этой ночью всё было хорошо, и всем было тепло, и никто не жаловался. Я хотела сказать, что абсолютно не важно, где твоя историческая родина, абсолютно не важно, где ты родился, где ты прописан по документам. Главное то, что ты чувствуешь себя в душе. Я себя в душе чувствую здесь. Я родилась в России, но Абхазия — это как мой второй дом. Я сюда приезжаю два раза в год, очень часто. Мне здесь очень нравится, здесь много очень красивых видов, очень много разных эмоций для меня. И самое моё любимое место — это, наверное, горы. «Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты», — писал французский писатель Виктор Гюко. И подобные проекты, движимые мечтами о лучшем будущем и надеждой на подрастающее поколение, обязательно оставят свой след в строительстве здорового общества и крепкого государства. Заур Кварджа, Камила Джопу, Абхазское телевидение.